МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям почтили память погибших спасателей. В Караганде отметили профессиональный праздник спасателей. Учителя Карагандинской области принимают участие в разработке закона о статусе учителя. В областном управлении образования провели круглый стол, на котором обсудили послания главы государства. Бесплатное обучение, питание, проезд и стипендия. Подготовка востребованных специалистов осуществляется в рамках программы продуктивной занятости населения и массового предпринимательства. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям почтили память погибших спасателей. Мероприятие приурочено ко Дню спасателя, который отмечается в Казахстане 19 октября. По традиции, в преддверии Дня спасателя сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям почтили память тех, кто отдал жизни, спасая других. Мероприятие стартовало с возложения венков к обелиску погибших сотрудников. На фоне многочисленных мужчин в форме выделялись женщины, которые длинным потоком шли к обелиску с цветами в руках. Кто-то из них лишился мужа, кто-то сына, брата или отца. Их объединяет не только память, но и благодарность товарищам своих близких, которые не забывают их в столь важный день. Здесь у меня служил мой братишка Захарюта Василий Петрович. В 1998 году он погиб. 13 ноября будет 20 лет. Очень прекрасное отношение, сострадание со стороны части. Всегда, никогда не забывают. За 20 лет постоянно приглашают, постоянно спрашивают, звонят. Как здоровье, как настроение, чем вы занимаетесь. И самое главное, материальной поддержки. Далее участники мероприятия направились в музей противопожарной службы. Он знакомит жителей и гостей города с историей и современностью одной из самых отважных профессий. Здесь молодым сотрудникам прививают чувство патриотизма, долга и преданности выбранной профессии. Ветераны вооруженных сил отмечают, что именно на примере доблести отважных сотрудников воспитывается новое поколение. Именно на базе героизма их воспитывается следующее поколение пожарных ребят, которые могли и знали, что такие герои существуют, рядом с ними служили, а теперь погибли. И это, наверное, как раз влияет на патриотическое воспитание. Всего за историю существования пожарной охраны по Карагандинской области погибли 11 пожарных. Тохжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Учителя Карагандинской области принимают участие в разработке закона о статусе учителя. В областном управлении образования провели круглый стол, на котором обсудили послание главы государства. В послании президент страны обратил внимание на раннее развитие детей. Распространение опыта Назарбаев интеллектуальных школ, создание безопасной среды, решение вопроса аварийных и трехсменных школ, повышение статуса педагога. Эти темы обсудили за круглым столом в областном управлении образования. Участники отметили, что впервые за многие годы будет существенно увеличено финансирование, прекратятся бесконечные реформы, в обучении будет использован передовой опыт. Руководитель управления ЕСНГЗИ Мангалиев отметил, что в нынешнем послании президента даются конкретные поручения. У нас поднимается вопрос точечно, с чего начать. И здесь же дается рекомендация, что да, мы выделяем такое количество денег на то, чтобы вот это выправить. Поэтому вот я не буду сидеть и комментировать данное послание, а просто каждого из вас, призывая активно включиться в чтение этого послания, разъяснение среди родительской общественности, среди учеников, чтобы они очень хорошо воспринимали. Тем более, вы знаете, курс обновленного содержания школьного, он предполагает критическое мышление. За круглым столом собрались представители учительской общественности со всей Карагандинской области. Их задача – выработать свои рекомендации для нового закона о статусе учителя. По итогам данного мероприятия будут собраны все предложения и направлены в Министерство образования Муркинской области Казахстана для их дальнейшего использования. И по ходу уже разработки непосредственности закона, наверное, мы тоже предполагаем, что будем участвовать, направлять педагогов для того, чтобы они вносили свои предложения в новый закон. Ежегодное послание президента народу Казахстана – одно из самых значимых политических событий страны. В нынешнем послании поставлены конкретные задачи по социально-экономическому развитию страны и названы шесть факторов по повышению благосостояния и благополучия казахстанцев. Учителя Карагандинской области единодушно выразили поддержку главе государства. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сегодня в Казахстане отмечается День духовного согласия. Очередное мероприятие, приуроченное к празднику, организовало общественное объединение Нурлобль. Участниками круглого стола стали студенты и преподаватели КРГТУ, а также представители духовенства. В Казахстане День духовного согласия отмечается 26-й год подряд. За годы независимости удалось построить межконфессиональный диалог, основанный на толерантности и взаимоуважении. Яркое тому подтверждение – представители различных религий, сидящие за одним столом. Инициатором проведения данного мероприятия стало общественное объединение Нурлобелем. Его члены оказывают помощь тем, кто пострадал от деструктивных религиозных течений. Председатель общественного объединения Максут Кожахметов отмечает, что правильные взаимоотношения между культурами и религиями являются залогом стабильности и мира. Круглый стол преследует важные цели, такие как формирование веротерпимости и стойкого иммунитета против деструктивных течений. Теологи уверены, что разъяснительная работа в сфере религий – неотъемлемая часть повышения религиозной грамотности населения. Общественное объединение Нурлобелем также проводит подобные мероприятия для того, чтобы сформировать у слушателей именно толерантные и веротерпимые отношения между собой. Также будет подниматься тематика относительно деструктивного обсудрелигиозного течения, чтобы сформировать также иммунитет против таких явлений. В ходе встречи представители духовенства высказались о роли праздника, о способах укрепления межконфессионального диалога, а также выразили благодарность за мир и согласие, которые царят в Казахстане. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Исторический факультет Карго имени Евнея Букетова празднует свое 80-летие. К знаменательной дате приурочили научно-практическую конференцию. Мероприятие было организовано в рамках программы Рухани Жангру. Конференция, посвященная теме модернизации сознания, приурочена к юбилейной дате. Историческому факультету Карагандинского государственного университета исполнилось 80 лет. За внушительный период времени профессорско-преподавательским составом факультета были подготовлены тысячи квалифицированных специалистов, которые внесли и продолжают вносить вклад в изучение истории Казахстана, в разработку программ этнокультурных исследований, а также развитие фундаментальных археологических исследований. Выпускники исторического факультета отмечают, что историки лучше других понимают суть модернизации общественного сознания. Что наш исторический факультет находится на острие общественной мысли, острие науки, на переднем крае. Идет вперед и молодежь будет слушать, и старшие поколения, и гости. Поэтому я имею большие ожидания по поводу этой конференции. Я думаю, она будет успешной. Действительно, программа «Рухани Женгру» очень важна, потому что она, с одной стороны, двигает общество дальше-вперед, модернизирует его, с другой стороны, возвращает общество к своим корням. Потому что, по моему убеждению, настоящая модернизация может быть только тогда, когда человек твердо на что-то опирается, имеет твердую основу. Национальную основу, культурную основу, общечеловеческую основу. И если вот эта основа есть, то, конечно, можно двигаться вперед. Конференция была организована в рамках программы «Рухани Женгру». Ее участниками стали выпускники факультета, профессоры, студенты и преподаватели вузов. Работа конференции будет осуществляться по пяти основным направлениям. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Бесплатное обучение, питание, проезд и стипендия. Подобные условия созданы для студентов профессионально-технического колледжа в Цемертау. Подготовка востребованных специалистов осуществляется в рамках программы «Продуктивной занятости населения и массового предпринимательства». Статистика гласит, что в Казахстане работу по специальности находит лишь один из 24 выпускников. И если многих такие данные тревожат, то студенты Цемертауского профессионально-технического колледжа о проблемах трудоустройства и не думают. А все потому, что молодые люди выбрали востребованные специальности, такие как организация питания и изготовитель молочной продукции. Они проходят обучение в рамках реализации программы занятости и массового предпринимательства. В настоящее время колледж готовит 73 специалиста. Среди них и Адель Шариазданова. В этой специальности мне нравится ежемесячная стипендия, ежедневное питание, а также компенсация за проезд. Я в будущем хочу стать технологом по производству кисломолочных продукций на молочных предприятиях. Мне нравится здесь учиться. Также эта профессия востребована в нашем мире. Данная программа позволяет охватить детей-сирот, выходцев из малообеспеченных семей, а также тех, кому при поступлении в вузы не улыбнулась удача. Благодаря успешному сотрудничеству центров занятости и колледжей молодые люди осваивают востребованные специальности совершенно бесплатно. Дети обеспечены бесплатным горячим питанием. Два раза в год им бесплатно выдаются проездные билеты в каникулярное время. Также дети получают образование на бесплатной основе. Кроме того, в этом году у нас выпущено 28 студентов по данной программе. Это со сроком обучения 10 месяцев. Все они трудоустроены на предприятиях города. Процент трудоустройства составляет 97%. В народе говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Такой принцип действует и при подготовке кадров. Так постигать тонкости швейного дела молодым специалистам помогает на швейной фабрике «Фортуна». Учебный центр на базе фабрики открылся в прошлом году. За это время обучение прошли 31 человек. Каждый приобрел навыки, а главное – трудоустроился. Инициатором подобной практики стал Центр занятости населения. Обучались они через Центр занятости. То есть безработный приходит в Центр занятости, подает заявку о том, что он бы хотел обучаться с последующим трудоустройством. Центр занятости формирует группы и направляет на обучение к нам. Центр занятости населения города Тимиртау выступает посредником между соискателями и работодателями, предоставляя все условия для успешного взаимодействия сторон. Специалисты отмечают, что найдут работу каждому, кто готов учиться. На выбор предоставлены самые разные специальности. На сегодняшний день направлены на обучение 566 человек. Это по специальностям бухгалтера, коммерческие агенты, менеджеры, рабочие специальности, электромонтеры, газосварщики, монтажники. Завершили на сегодняшний день 292 человека. 104 человека из них на сегодняшний день трудоустроены. Остальные продолжают, после завершения будут трудоустроены на постоянные рабочие места. Стоит отметить, что для удобства граждан создан портал Янбеки-Зет. Информацию об освободившейся вакансии работодатели обязаны предоставить в течение трех дней. Тухжан Лянова, Айдан Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Их разыскивает полиция. Сотрудники Центрального отдела полиции Караганды распространили листовки с фотографиями карманников. Изображения судимых за кражи разместили в общественном транспорте. В Караганде отмечается увеличение количества карманных краж. Излюбленным местом у преступников является общественный транспорт. Именно поэтому сотрудники Центрального отдела полиции пошли на неординарный шаг. Стражи порядка выпустили специальные листовки с фотографиями тех, кто был осужден за это преступление. Цель нашей сегодняшней акции это предотвращение данного вида преступления, карманных краж, чтобы люди знали, были защищены от данного вида преступления. В принципе, данный вопрос он постоянно пользуется на контроле руководства отдела полиции, руководства УВД города Караганды и ДВД Караганинской области. Подобные информационные листовки полицейские намерены поместить в автобусах всех автотранспортных предприятий города, а также в общественных местах Караганды. В настоящее время по Центральному отделу полиции за 9 месяцев года зарегистрировано более 600 краж чужого имущества. В основном преступления совершаются в местах, где патрулирование с сотрудниками полиции не осуществляется. Это общественный транспорт, торговые дома, увеселительные заведения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Аман Сау Болгстер.